Сегодня прекрасный день. А почему? Потому что я взяла себе еще несколько часов и вскоре приступаю к работе с новой группой. Это всегда радостно и в то же время волнительно. Вы не обращайте внимания на то, что я под столом. Я просто боюсь своих учеников. Сегодня я вам расскажу о том, как я справляюсь с волнением перед занятиями и со стрессовыми ситуациями на работе. Я уверена, что на практике каждого учителя был хотя бы один ученик, который, ну прям, супер-интимидейдинг. Вот прям смотришь на него и холодным потом обливаешься. Обычно они немного говорят, внимательно наблюдают за вами, обращают внимание на каждую вашу ошибку и задают каверзные вопросы. Дорогой, где ты был? Бегал? Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. С такими учениками я раньше очень нервничала, старалась следить за каждым своим словом и именно от этого косячила. Как правило, у них уже продвинутый уровень. У меня была ученица с уровнем С1 и прекрасным британским произношением. А еще у нее была постоянная практика с носителями. Ну то есть, высокая планка, да? И с одной стороны меня это подбадривало, а с другой до жути пугало. Я боялась, что она в какой-нибудь момент меня разоблачит, что я недостаточно квалифицированный преподаватель, чтобы работать с таким уровнем. Синдром самозванца, привет! И тут видео с синдромом самозванца. Кстати, если вы еще его не видели, обязательно посмотрите. Но потом я поняла, что эти страхи беспочвенны. Ведь если человек пришел на урок, значит ему это надо. То, что у студента высокий уровень владения языком, еще не значит, что он вас постоянно оценивает и старается за счет вас самоутвердиться. Мало говорит, потому что стесняется. Задает каверзные вопросы, потому что что-то вызвало у него интерес или недопонимание. И он вполне справедливо ждет, что вы ему сейчас это объясните. Внимательно наблюдает, потому что он погружен в ход занятия. Давайте проведем небольшой эксперимент. Какую эмоцию я сейчас испытываю? И тут сейчас, ну, буду испытывать ее. Испытываю эмоцию. На самом деле с таким лицом я просто слушаю лекцию или читаю книги. А какое у вас выражение лица, когда вы во что-то погружены? В общем, суть вы поняли. Если у студента осуждающее лицо, это, в общем-то, не значит, что он вас действительно осуждает. Моя стратегия. Первое. По умолчанию думать, что меня никто не оценивает. Второе. Если оценку мне непосредственно в лицо высказывают, то я начинаю диалог. А это уже следующий пункт. Объективную оценку моей работе может дать методист, коллега и тот, кто знаком с преподаванием. Студентам либо нравится, и они видят результат, либо нет. Они могут высказать свои пожелания, что я всегда приветствую, но критиковать себя им я не позволяю. Если возникает вопрос, а зачем мы это учим, зачем выполнять это упражнение, я отдаю спокойный аргументированный ответ. Мы это учим для того, чтобы вы умели не только говорить, но и понимать. Или, выполняя упражнения, мы лучше запоминаем то, как язык работает, чтобы в речи выбирать нужные единицы, не задумываясь. Кстати, если хотите в первую очередь сами оценить свои знания, то предлагаю вам поучаствовать в международной олимпиаде Sky Teach и Cambridge Assessment English. Она проходит онлайн и включает в себя проверку на знания английского, методики и soft skills. Хотите помериться с знаниями с тысячами преподавателей и узнать свой уровень? Тогда переходите по ссылке под видео. А зарегистрироваться можно уже сейчас. Каждый раз я волнуюсь перед занятием с новенькими. Это происходит постоянно, поэтому я нашла для себя несколько хаков, которые мне помогают справиться с волнением. Первое и ключевое правило — это тщательно подготовиться к уроку и определить для себя перспективу развития. Что мы будем проходить на следующем занятии, через неделю, месяц, как я буду тестировать, какому результату мы должны прийти и так далее. Второе — обязательно продумать интерактив и каким образом я проведу рефлексию. Мне важно получить позитивный фидбэк, чтобы ученики осознали пользу занятия и получили удовольствие. Поэтому я стараюсь включать побольше игр и необычных активностей. Покидать мячик, поменять партнеров в необычном порядке. В общем, добавить эффекта неожиданности. Третий хак. Перед занятием, если волнение уже совсем подступает, то я вспоминаю свои предыдущие успешные занятия. Я стараюсь вспомнить то, что большинство людей — это адекватные и позитивные люди, и проблем в работе с ними нет. Ну и слушаю музыку, читаю книжку, думаю о тех делах, которые я должна выполнить после урока. В общем, стараюсь отвлечься. Так и живем. Надеюсь, выпуск вам понравился. Напишите в комментариях, чего больше всего вы сами боитесь. И какие у вас есть способы побороть свой страх или волнение перед учениками. На этом, как всегда, не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach, жмите на колокольчик и stay tuned. Bye! Спасибо, что ты есть!